Приветствую всех и постоянных наших подписчиков и гостей нашего канала. Давненько мы вам не показывали обзоры гостиниц, а сейчас наступила горячая пора покупать и готовиться к следующему сезону. Хотя наш сезон бархатный только начинается и еще не все закончилось. Мы находимся в Анапе, микрорайон Алексеевский. И сейчас не буду спойлерить, потом поправить меня, но пройдем и посмотрим. Обычно у меня всегда такой спорный вопрос, с чего сделать обзор? Сразу пойти в гостиницу или сначала показать придвиновую территорию? Очень давно это хотелось сделать, у меня есть монетка. Значит, если орел, мы заходим в дом. Если решка, то мы делаем с вами обход. Так, внимание, не знаю, получится, нет? Разжимаю. Это что у нас, решка? Решка, мы заходим в дом. Хочу обратить особое внимание на само крыльцо. Такие у нас белые балясины, как вот в древнем стиле, как раньше делали. Кстати, мне нравится. Значит, у нас трехэтажная гостиница облицована дагестанским камнем. Вот мы попали на первый этаж. Кстати, хочу добавить, что гостиницу можно использовать не как гостиницу, а как и вообще дом для большой семьи. Или как гостевой дом, то есть для своего проживания. И также еще под сдачу. Вот, получается, на первом этаже мы попадаем с вами в большой холл. Его можно использовать как ресепшн. На полу плитка. Давайте сначала попадаем в большой санузел. Это как, ну, для меня это студия. Я бы, честно говоря, вот прям установила бы здесь что-то большое, не душевую кабинку, а вот прям вот, ну, напрашивается на это место. И гостевой санузел. Тоже все в плиточке. Давайте по порядку. Значит, по холлу мы проходим отдельная двухкомнатная квартира. То есть здесь я бы предполагала так, что здесь жили бы собственники. Так, Кисюля, тебе выходить нельзя, иди сюда. Значит, кухня. Кухня-гостиная. Потому что есть зона приготовления пищи. И зона, там, где кушаем. Также на полу плитка. Ой, кстати, знаете, я что забыла вам сказать? Что коммуникации здесь свет 15 кВт. Центральная вода. Отопление индивидуально-газовое. Кстати, что, ну, прям удобно, экономят ваши денюжки. И автономная канализация. И две комнатки. Комнаты небольшие, но для проживания вполне даже удобные. По идее, все, что мы видим, практически вся мебель остается. Обратите внимание, сплит-система. Так, это мы с вами были... Ой, кстати, забыла сказать, что отсюда еще есть выход. Так мы потом с вами, когда обойдем, выход на задний двор. Там еще тоже, кстати, есть немножечко земли и зона барбекю. Как я люблю это говорить. С холла мы попадаем, поднимаемся на второй этаж. Смотрите, как я могу быстро бегать по удобным ступенькам. Ступени у нас монолит, облицованы плиткой. Второй этаж я прямо вот здесь вижу, когда у вас будут заселяться люди. Я бы здесь сделала, ну, как... Ну, комната отдыха. Какой-то там кинотеатр повесила. Потому что места достаточно, и фантазию можно включить. На втором этаже у нас находятся три номера. Все три номера, они разные. Вот двухместный номер. Он без санузла. Для этого номера еще один я покажу. Санузел у нас находится здесь. Также с душевой кабинкой и туалетом. Вот это, кстати, мой любимый номер, потому что здесь есть санузел. Большая однокомнатная квартира, ну, можно так сказать, правда, без кухни. Обратите внимание, какой шкаф большой. Для меня это прям потише-то гардеробная. Здесь у нас есть санузел. И второй номер. Я бы его сдала, я прям вот вижу, для мамы с папой и с детьми, да. Сюда бы поселило бы родителей, сюда бы поселило бы детей. То есть двухкомнатный. Хотя можно просто вообще отдельные семьи расселить. Так, не будем задерживаться, пойдемте на третий этаж. Я опять поднимаюсь быстро по очень удобным ступенькам. Третий этаж у нас обшит деревом, такой эко-стиль. На третьем этаже получается пять номеров. Это эконом-вариант, потому что для них на этаже отдельно у нас получается санузел и душевая кабиночка. Балкон. То есть тут можно посидеть, покачаться, чай попить. Здесь можно организовать даже какую-то столовую, микроволновочку поставить, потому что стол для принятия пищи здесь есть. Также вот хранение, кладовка для хранения белья для сменного. Ну, в принципе, так вот. Номера по квадратуре, они все разные. Есть большие и маленькие. Чуть не забыла. Есть цокольный этаж, который вполне можно оборудовать под столовую. Давайте спустимся, посмотрим. Значит, на полу здесь у нас плитка. Есть котельная. Вот жалко Андрею Валерьевичу, нет, про котельную бы он, конечно, вам сам бы все рассказал. Ну, есть котельная. Здесь подводка у нас, выводы под воду есть. Можно организовать кухню, где вы будете готовить еду. В принципе, я так думаю, что здесь она раньше была. Здесь вообще можно ставить столы, так как номеров мало, поэтому здесь столики у вас все размещатся. Ну, а вот эта вот большая комната, я бы ее под какой-нибудь досуг можно поставить. Или бильярдный стол, или тренажерный зал. Ну, что-то можно придумать. У меня не такая большая фантазия, как у вас, так что, поэтому, если что, советуйте, предлагайте. И для особо внимательных, когда я находилась в хозяйских апартаментах, вот я вам, помните, говорила, выход на задний двор, дверь. Вот у нас дверь. Значит, смотрите, у нас получается оборудованная такая летняя кухня. Тоже плиточка, навес, высокие потолки, газовая печка. Здесь у нас газ подается через баллонный газ. Но в доме газ центральный, чтобы вы не путали. Чуть-чуть немножко запущенный участок, потому что хозяева сейчас здесь на данный момент не живут. Но я думаю, вас же не затрудить порвать эту травку. И мне, честно говоря, это моя мечта, всегда поставиться, прям напрашивается большая каменная барбекюшка. Чтобы там всякие шашелки, машелки и все такое. Ну что, подведем итоги. Посмотрели с вами дом. Если не считать хозяйские апартаменты, то получается всего у нас 11 комнат и 6 санузлов. Коммуникации центральные. Свет, вода, газ, все это центральное. Автономная канализация. До моря, если вот идти прям по прямой, тут в принципе по прямой, но от силы, от силы это минут 20. Это медленным, неспешным шагом. Но маршрутки и автобус у нас никто не отменял. Кстати, не забывайте подписаться. Жду вашей реакции. Вы видите, сегодня вся нагрузка легла на мои хрупкие плечи. Все сама, все сама. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И мы вас ждем в гости. Приезжайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok